Друзья, всем привет! И у нас для вас хорошая новость. Наши межсезонья подходят к концу и нам осталось сыграть всего два контрольных спарринга против Луцкой Волыни и Спартака из города Юрмала. Ну а сегодня ребята проводят заключительную тренировку здесь, на турецкой земле. Ее мы вам и покажем. Поехали! Это видеоблог. На бороду у нас слишком много на ютубе, поэтому больше мы его снимать не будем пока. Так, а это у нас Евген здесь. Аня, какой Евген это? Лешок. Перепуск уже похож со спины, просто вылитый. Я думал, это шик. Поздравляем тебя с дебютом за главную команду страны, наконец это свершилось. Ты доволен? Да, конечно, и доволен, что выиграли две игры. Можно сказать, это удачный дебют, поэтому... Эмоции только положительные, поэтому приятно было и вернуться сюда. Да, и продолжать работу в Турции. Вот, осталось здесь тоже две игры. Хочется тоже закончить с положительными эмоциями. Ну, в целом, так немножко вымотался. Сначала из Турции в Дубай, потом в Болгарию, потом сюда обратно. Тяжело? Ну да, я так даже не припомню все таких перелетов, что прям, блин, ну вот, когда особенно летели из Дубая в Болгарию, то там, ну, так прилично подустал. Но это нормально, это рабочий момент, и вышли, неплохо сыграли из Болгарии, поэтому никаких проблем. По дому уже все соскучится? Да, уже вот, хочется уже и в Минске где-то прогуляться, и наша эта погода уже даже так, немножко и по нашей погоде. Снежную, зимнюю, минус 15, эту, которая, к сожалению, уже нету чего-то и сколько. Да, поэтому, ну, я думаю, тут уже пару деньгов потерпеть, все нормально. Что мы посмотрим на рабочий беспорядок в комнате, ничего себе. Слушай, просто какая-то образцовая комната. Саня тут снимает у нас. Владос, привет. Как сам? Смотрим, что в комнате у нашей молодежи. Слушай, вот это вот хорошо, это хорошо. Тут можно было так Артема Дюбова встречать. Расскажи, как игралось против Зенита? Нормально, тяжеловато в некоторых моментах. Впечатлили себя, ребята? Конечно. Кто больше всего? Это все форварды, особенно девятого года парень, который вышел на Псюне. Необычно так. Это у какой команды? У Зенита. У Зенита? А, это молодой. Да, да, да. Ну, Зюбов успел, чтобы потолкаться. Ну, да. Был один эпизодик, где он тебя толкнул, ты его в ответ, и он так немножко оторопел от твоей дерзости. Нескромничай, нескромничай. Молодец. Вот так и надо. В таких вот матчах закаляется характер. Так что красавчик. Вот они. Люди, благодаря которым, благодаря которым держится наша команда здесь на сборах, потому что на самом деле нагрузка тяжелая, и наши массажисты выполняют очень много работы здесь. Так, пожалуйста, перед тренировкой разминаем кого. Кто это у нас, покажите. Матима, это Константин Руденок, тот самый, да. Самая веселая комната нашей команды, это Миша Козлов, Костя Руденок. У нас есть общий чат команды, где ребята много веселились во время этого сбора, но уже к концу немножко подустали, да. 17-й день у нас. Честно, фильм уже эмоционально. Эмоционально, да. Ну, я не знаю, физически, эмоционально продержаться. Вот как раз вы уже подошел, что-то обсуждали. Какое именно? По поводу того, что... Ну, что-то ощущается, да. Подусталость. Ну, сегодня у нас заключительная тренировка. Наконец-то все это закончится. Осталось играть два матча. Важно. Продержать что? Первую? Первую и вторую победу. Вторую победу, да. Хотелось бы. По домашней детей сильно соскучились. Хватит даже ничьей. По чем поскучились? По домашней еде. Да, конечно, мы уже все ходим. Сейчас тут пельмешей каких-то навалить уже. Или голубчиков. Или голубчиков. То есть тут голубчики есть, но такие слабенькие. Очень плохие были голубчики. Я вчера попробовал, отвратите. Домашнее это совсем другое. Да, домашнее. То есть, короче, как только приезжаем домой, Мишанин сразу по пельмешам, Костян по голубцам. Правильно? Звучит не очень. Главное, что вкусно было. А все остальное, как оно звучит, это уже ладно. Привет. Марсалит, правда. Как дела? Хорошо. Ну, если улыбаешься, если у нас один день сборов, то значит, все еще не так плохо, правильно? Просто заключительная тренировка. Уже вот ждешь, да, вот этот сегодня финальный свисточек. Да, да, да. Осталось две игры. Простите и все, и домой. И ждет... Что ждет? И ждет самое главное две встречи. Кубок. Вот, правильно, золотые слова. Завтра игра против Волыни. По поводу Волыни мы идем к главному эксперту по этой команде. Это вот наш. Опа. Вот. Вот, как-то мастерок. Потому что совсем устал. Михаеш, прионел. Сидит уже. Прионел, прионел. Грустный так какой. Пойдем его немножко развеселим. Миха. Миша, по-нашему, да. Ты можешь посидеть, да. Как дела? Нормально, нормально. Да что завтра нам нужно ждать от Волыни? Обычно вот игры против команды из второй лиги Украины, они такие тяжелые, потому что команда бьются. Очень непросто физически. Как ты думаешь, что от Волыни ждать? Ну, я думаю, Волыни будет стараться играть в футбол. Он там не так только битв, куда попало. Он старается играть в футбол и будет интересная игра. Но, я думаю, мы сильные. Ну, это понятное дело. Главное, чтобы завтра это было на поле видно. Да, да. Для тебя, насколько это принципиальная встреча будет? Игра как игра. Ну, конечно, рад всегда сыграть с командами и мои друзьями. Ну, а так, ну, что сказать, игра как игра. Уходим за старатку. Игра против Зенита. Красная карточка. Азмуни, скажи честно, тут там не было красной карточки, да? Я думаю, нет. Я даже не знал, где он, где будем перебегать. Он просто так маленький, попал в мое. Ну, да. Он маленький, ты парень большой, поэтому запутался в твоих ногах, наверное. Ну, да. Ну, после игры вы так тепло немножко обнялись, да? Все нормально. Да, все нормально. Вопросов не было. Он сказал, все нормально просто. В футбол бывает такие моменты. Ничего. Ну, я не хотел специально на ударе, он это понимает. Идем дальше. Ким, мой брат, как дела? Мой брат. Как дела? Как дела? Хорошо. Скажи хорошо. Хорошо. Хорош. Вот он, наш маленький друг. Привет, Макс. Здравствуйте. Скажи всем привет. Всем привет. За время сборов у нас здесь в отеле Риксис появился наш маленький друг, наш маленький помощник, который нам помогает здесь на каждой тренировке. Особенно он помогает нашим вратарям, подает мячи. И постоянно, всегда с нами. Правильно, Макс? Расскажи про себя. Здравствуйте. Спасибо большое футбольному клубу «Динамо Минск». Особенно благодарность хочу выразить. Максиму Плотникову и Денису Паречну. Обалдеть, ребята, слушайте, это не специально. Это все с промтом получается. Продолжай. Вы все замечательные люди и хорошая команда. А еще для футбольного клуба «Динамо Минск» я сделал кричалку. Да ладно, серьезно. Рассказывай, рассказывай. Ну-ка, ну-ка. Синя-белая команда, мы болеем за тебя. Это Минска едино в нашем сердце навсегда. Слушайте, это просто потрясающе. На самом деле, я даже не ожидал, что Макс нам такой небольшой приятный подарок сделал. Слушай, Макс, ну ты красавчик вообще. Расскажи, ты из какого города? Я из Санкт-Петербурга. Из Санкт-Петербурга. И на первой тренировке ты у нас бегал в Манике. Но сейчас мы тебе подарили свою мальчонку. По-симпатичнику, да? Согласен. Как тебе наши ребята, расскажи? Ну, очень крутые. Крутые? Да. Кто больше всех понравился? Понравился Денис Григорьевич. Правильно? Да. Денис Григорьевич у нас самый крутой тренер, правильно? Да. Вообще, ты так близко футболиста видишь первый раз, да? Ну, да. Что тебе больше всего понравилось из-за того, что ты здесь не ел? То, как ребята играли в Санкт-Петербург. А ты сам дома футбол играешь? Да. Ну, теперь ты приедешь в Питер и будешь рассказывать всем не только про свою команду Денис, но еще и про нашу, правильно? Да. Будешь болеть за нее правильно? Да. Все, мы тебя будем ждать в Минске, красавчик. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, как оказались здесь первый раз? Шесть дней назад, если не ошибаюсь. Да. Ну, в общем, мы второй раз здесь, но первый раз в такой компании замечательной. И когда мы познакомились с Денома в Минск, это было просто чудо. Наш отпуск, похоже, стал на сказку. И теперь мы, безусловно, болельщики футбольного клуба. Ну, он в нашем сердце, это правда. Слушайте, ну, вот, а вообще, вот первый раз, как вот Максим заметил нас, или, может быть, вы заметили? Как вот так получилось, что Макс попросился прийти к нам на тренировку? Ну, а мы попали в гостиницу, когда, и сразу наткнулись на Александра Василевского. Вот, и увидели имплему Денава в Минске. И Максим сразу спросил, здравствуйте, а вы какой клуб, мы еще не рецепт знаем. Он сказал, что мы в клубе Денава в Минске. Мы начали смотреть. А потом дальше мы еще увидели, еще увидели людей. И я уже не помню, кто, но кто-то сказал, что будет. Мы узнали, у кого-то тренировка будет утром. И на следующий день мы пришли, а дальше уже нас поддержали ребята и тепло к нам отнесли. Ну, на самом деле, что вот приятно отметить, то, что у Макса действительно горят глаза. Вот я каждую тренировку вижу, он с такими горящими глазами, с таким взглядом ярким. Приходит сюда, помогает ребятам за мячами бегать. Ну, это очень круто. Да, это заслуга, в первую очередь, команды. И у меня вот, я благодарен каждому члену команды Динамо Минск. В первую очередь и руководителю тренеровского штаба, это Сергей Витальевич. И руководителю администрации, это Юрия Леонидовича. И персональная благодарность еще разговаривать Денису Паречину, который тренер вратарей. И каждому игроку, начиная от администратора, заканчивая реабилитологами, ну, всеми. Вам непосредственно, Александр, тоже огромное. Да, было бы за что, на самом деле. Да, нет, нет, спасибо огромное. Потому что более теплого отношения я не встречал. А личные качества каждого члена команды просто меня поразили. Мы в восторге. И Динамо Минск, это моя любимая команда. Ну, теперь мы вас будем ждать с удовольствием в Минске. Мы планируем 9 марта быть на матче с Батте и будем поддерживать нашу команду Динамо Минской. Желаем ей победы. А в новом сезоне, который начнется у нас, по-моему, если не память не изменяет, 14 марта. У нас? Да. У нас он начнется уже 9 марта. 9 марта кубок, а 14 марта. Кубок, а потом у нас 20-го первая. 20-го первая игра, с Рухом играем. Да. Вот в этом сезоне мы должны выиграть. И желаю победы Динамо Минска. Здорово. Если ребята к нам действительно приедут на первый матч, мы обязательно снимем отдельный выпуск про семью Милосевдову. Мы постараемся, да. Наша семья – это ваши поклонники. Спасибо большое. Все болейте за Динамо Минска. Спасибо. Удачи. Спасибо. Здравствуйте, Владислав. Да. Соскучились мы по тебе, если честно. Три дня мы тебя не видели или два дня мы тебя не видели. Два с половиной. Как съездил в сборную? Ну, кроме того, что выиграли, отлично, молодцы. Выиграли, отлично, молодцы. Вот так и съездили. Хорошо, как в Болгарии. Потеплее чем в Болгарии? Не, холоднее, наоборот. Здесь комфортнее. Да, солнышко было, но утром вставали вообще два градуса, тепла на улицу, выходят в тубак. Ушлось даже крутки зимние делать. Обалдеть. Прогуляться, да, перед игрой. А потом распогода делалась нормально, как грезы. Там игрался 15-16 было, поэтому комфортно, игралось комфортно. Ну, как сборную атмосферу внутри? Главное, чтобы выиграли, положили свои эмоции, получили. Все-таки побеждать всегда приятно. Ну, а теперь надо нам победить. Нам пора уже побеждать. Да, нам пора уже побеждать. Уже сколько осталось? Дней 10, да. Самых главных официальных матчей наших. Поэтому вот это самое главное. Надо выиграть здесь, чтобы получить еще и положительные эмоции перед стартами официальными. Надеюсь, что все-таки будет. Что было самым тяжелым за вот эти вот долгие дни сборов? Все-таки сбор у нас был довольно продолжительный. Отлично для себя. Ну, тяжело было. Самым здоровым для тяжелых, потому что долгие очень. Хотя я тут немножко отлучился на пару дней, так мне, может, было чуть-чуть легче. По делам, собственно, подсказать. Поменял обстановку, да. А так, ну, все сборы всегда тяжелые. Тут иногда и 13 дней тяжело, а тут 18 дней. Ну, видишь, здорово, что тебе не пришлось ехать в Дубай. Потому что что? Потому что там была кругосветка. Потому что забить Зениту. А, вот это... Ну, конечно, ну, что такое забить Зениту? Да, 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 да. Ну, нет, ну, это товарищеский матч все-таки. Нет, конечно, приятно в любом матче забивать с товарищеским, не в товарищеском. Но я уже думаю о новых матчах. Этот матч мы забыли. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Что ты хочешь сказать наших фанам? Твои первые слова. Я хочу поблагодарить всем фанам Динамо Минск. И я надеюсь, что мы получим отличный будущий и отличный сезон. Давай. Давай, давай Динамо. А, правильно, хорошо. Друзья, наша тренировочная программа здесь, в Турции, завершена. И, как мы и говорили, у нас впереди осталось два контрольных спарринга. И уже совсем немного времени до первого официального матча этого сезона. 9 марта стадион Динамо 20.00. И нам очень нужна ваша поддержка, потому что это первая белорусская классика на обновленном стадионе Динамо. И мы уверены, это будет очень круто. У нас собирается новая молодая команда, много классных ребят. И я уверен, что каждый из них оставит все свои силы на поле, чтобы выполнить поставленную задачу. Так что, ребята, ждем вас на стадионе, покупаем билеты, болеем за Минское Динамо. И пусть у нас все получится. Субтитры сделал DimaTorzok